Хе-хей, всем привет, чуваки, с вами снова Бэмби, в этот раз мы в War Thunder в танковых реалистичных боях. Я на немецком танке Panzerkampfwagen IV модификации F2, и, ну, просто я подумал, что давненько не выкатывался в танковых реалистичных боях, и вообще War Thunder давно не играл, и что-то захотелось покататься, каких-то ненапряжных боёв, и, в принципе, 4-й Panzer модификации F2 более чем подходит для этого. Ну, то есть, танк, как по мне, этот весьма хорош. Ну, а чем же он хорош, спросите вы меня. Ну, смотрите, вот, бах, бум, готов. В общем, танк этот хорош, своя пушка, ну, на нем установлена длинноствольная 75-миллиметровая пушка КВК-40, которая обладает отличной баллистикой и позволяет довольно точно вести огонь на большие дистанции. Ну, и также она обладает очень хорошим пробитием, на 500 метров пробитие 121 миллиметр, и это очень хорошо, учитывая то, что данный танк на боевой рейтинге находится 3.3. Ну, и плюс по наклонной броне данная пушка тоже очень хорошо работает, поэтому 34-ки тоже спокойно поражаются ею в лоб. А возможность поражать 34-ки на боевой рейтинге 3.3, это очень серьезный аргумент, скажем так. Ну, то есть, чтобы вы понимали, те же, например, Шерманы 34-ку в лоб пробить не могут, могут только попытаться в башню накинуть. Это то еще удовольствие, на самом деле. Ну, также к достоинствам 4-го панзера модификации F2 можно отнести довольно неплохую его подвижность. Ездит он довольно быстро, разгоняется неплохо, так что можно занимать хорошие позиции. Ну, а также к заниманию хороших позиций способствует то, что у данного танка очень хорошие углы вертикальной наводки, ствол вниз опускается аж на 10 градусов, то есть реально можно найти какую-нибудь кочку, из-за нее ствол высунуть и накидывать понемногу. Блин, ну как же мне эта карта не нравится? Ну, это которое второе сражение за Элли Ламейн. Реально сейчас до встречи с целью я где-то катался минут 10 тут. Капец. Ну, а главным недостатком этого танка является бронирование, вернее, полное его отсутствие. То есть реально у нас 50 миллиметров и во лбу башни, и во лбу корпуса. И причем эти 50 миллиметров расположены под прямым углом и протыкаются вообще всеми противниками, которых мы только можем встретить. Так что у нас такой довольно забавный танк получается, который и пробивает всех противников, которых он встречает, и пробивается всеми противниками, которых он может встретить. Поэтому данный танк, скажем так, учит играть очень осторожно. Поскольку если уж нас пробили, если у противника есть каморники, то это обычно дело ваншотом заканчивается. Блин, это зенитка. А, кстати, зенитки, да. Играя вот на четвертом панзере, модификация 2, следует помнить о том, что бортовая броня, и броня в корме имеет толщину всего 30 миллиметров, и пробивается спокойно вообще любыми зенитками, которые имеют бронебойные снаряды. Да что уж там. В реале панзеры эти четвертые поражались в борт даже противотанковыми винтовками калибром в 14,5. И, собственно говоря, поэтому и начали цеплять экраны на четвертый панзер и на третий, чтобы хоть как-то защититься от противотанковых винтовок. Так что, ну, просто будете играть на четвертом панзере, имейте в виду то, что борта у него просто картон, и протыкаются, блин, чуть ли не пальцем. Ну и так, кстати, а вот в патч-ноуте, ну вот когда крайний патч был в War Thunder, видел такой интересный момент, в котором говорилось, что рикошетность наклонной брони была понижена. То есть, по идее, 34-ки должны теперь куда более спокойно пробиваться немецкими 75-мм пушками, 88-мм пушками, американскими пушками, которые имеют калибр 76 мм. Я, конечно, ничего конкретно говорить не буду, это тестить нужно еще. Просто говорю, что в патч-ноуте было это указано. И если реально уменьшили рикошетность наклонной брони, то я только рад буду этому. Поскольку рикошеты через раз от 34-ок меня реально доставали, ну, когда я играл не на 34-ках, игроки-то 34-ок наоборот рады были рикошетности, думаю, их танков, когда каждый второй снаряд от них отлетал. Ну и еще я мне рассказал о заброневом действии каморных снарядов к пушке 4-го панцира, модификации F2. Ну, хотя что-то особо рассказывать, вы, в принципе, сами все можете видеть. Ну, то есть, по идее, заброневое действие каморных снарядов довольно низкое, но при этом его зачастую хватает для ланшота противника. Происходит это по трем причинам. Во-первых, из-за дикого пробития каморных снарядов. Во-вторых, из-за того, что у наших противников экипаж очень плотно, скажем так, расположен. Ну и в-третьих, из-за того, что на данном боевом рейтинге еще экипаж у наших врагов толком не прокачан, живучесть не прокачана, и поэтому выводится из строя он куда легче, чем экипаж на более высоких боевых рейтингах. Как мы видим, бой уже понемногу подходит к завершению. Ну, еще я хотел вспомнить то, что, если вы вдруг не знаете, нужно использовать каморники на этом танке, и только каморники. И, что больше всего радует, каморные снаряды доступны сразу же после выкачивания и приобретения данного танка. То есть, приобрел танк и сразу поехал нагибать, в отличие от многих других танков, которые требуют еще выкачивания топового снаряда. Ну и, как вы можете заметить, я вожу с собой 10 подкалиберов, хотя они мне реально еще ни разу не пригодились. Ну и есть еще кумулятивы, от которых толку еще меньше. То есть, пробитие кумулятивом 80 миллиметров. Это серьезно. Нафига нам кумулятив с пробитием на 80 миллиметров, если у нас каморник пробивает 121 миллиметр на удаление в 500 метров? Непонятно. Бух. Опять же ваншот. Ну, на этом бою больше фрагов у меня не будет, так что давайте проследуем к следующему бою. Ну, а в втором бою я никуда не стал ехать, просто занял позицию и просто настрелял фрагов с этой позиции. Ну, если вот кому интересно, то данная позиция неплохо так для засады подходит. И в ЛД можно спрятать за камушками. Часто нас враг даже и не замечает. Благодаря хорошей подвижности нашего танка я успел первый приехать сюда и вот сваншотил эту 34-ку. Ну, кстати, мы видим перезарядка довольно быстрая в этой пушке, что тоже и не может не радовать. Продолжаем дальше охотиться. Охотиться. Бах. Ну, куда я в какую-то гусеницу попал, блин, не повезло прям. Поэтому на раскачке не стоит стрелять, когда ствол качается вверх-вниз. Можно пальнуть и попасть куда-нибудь в гусеницу или вообще мимо противника. Вот теперь уже враг знает, что я тут занял позицию. А этот враг не знает. Черчилли тоже и ваншотятся. Ну, просто многие игроки на Черчиллях верят в непробиваемость, так сказать, своей брони и поэтому едут вперед, несмотря ни на что. И нам приходится их разочаровывать и переубеждать в том, что их броня на самом деле нифига не адамантиевая и может пробиваться пушками четвертых панзеров спокойно. Что тут камушки дерутся? Выкатывается. Выкатился. Ну, кстати, может и правда уменьшили рикошетность брони 34-ок. То есть я сейчас в барабующей 34-ки попал и пробил, в принципе, ее довольно просто. Так что, ну, как я уже сказал, это тестить нужно. А вот сейчас не хватило за броневого для ваншота. Как повезет. Да, блин, попал в самую бронированную часть в виде этого блюка, блин. Вот, союзник прячется за меня. Ладно, хочет, пускай прячется. Главное, чтобы не подстрелил меня, блин. Ну и все. Тут уже больше фрагов в этом бою не будет. То есть я четырех противников вынес, а остальных противников поразили мои союзнички. КВ-2. Понятное дело, мы его тоже пробиваем, даже выносим ему башнеров с казенником. Ну, и его доберут мои товарищи по команде. Так что, давайте проследуем к следующему бою. Ну, тут у нас уже третий бой. И для начала я решил очень хорошие ОВНы использовать данного танка. То есть высунулся из-за горочки и встречаю противников. Вон, катятся, катятся. Чпок. Блин, второй проскочить успел. Припустил, блин, сразу. Видать, начал что-то подозревать. На, еще кто-нибудь будет, нет? Или спускаться можно? Не, я тут, пожалуй, еще задержусь. Ну, давайте подводить какой-то итог понемногу. Данный танк, как по мне, очень та же хорошей. То есть, с дико пробивной пушкой, с отличными ОВНами и с хорошей подвижностью. То есть, единственное, что нужно, привыкнуть к картонности этого танка, что его пробивают вообще все. Ну, и не подставляться лишний раз. Вот как я сейчас подставился. Мне еще повезло, что это британский танк был. И долбанул по мне он сплошняковой болванкой, которая за броневого не имеет, по сути дела. Если бы по мне каморникам попали, то все бы. Финита ля комедия была. Я в ответ смог ушатать еще противника после его попадания по мне. Ладненько, давайте последний фраг на сегодня. И ба-бах. Ну, и надеюсь, это видео было кому-то интересно. И всем спасибо, всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok